Чем больше в жизни проблем, тем меньше на них обращаешь внимание. А с кризисом уж точно не рассчитывать, что тебе начнут помогать, потому что кризис случился совсем. Александр Пряников. Образование актера и призвание шутника. За словом в карман не полезет, а если и полезет, то достанет оттуда такое. В общем, цензура не пропустит. Пряников может говорить без остановки о любых вещах. Наверное, потому что радио для него ближе, чем телевидение. Ведь в радиоэфире главное именно слово, а не картинка. Запах, запах. Какая тема, совершенно не знаю. Но одно из самых важных умений, которые мне удалось выработать, это говорить на тему, которую вот... Я считаю, что любой ведущий умеет так, должен так уметь. Это говорить на тему, которую мы сказали только что. И вот мысли, которые тебе в голову приходят, и есть самые честные и лучшие. У меня все говорили, как это вот, если все обычно с радио рвутся на телевидении, или на радио работают те, кого телевизор нельзя показывать. Знаете, говорят, в принципе, в большей части это действительно так. То есть там, правда, у микрофона, знаете, когда человек составился у микрофона, он превращается во что-то там пропавшее табаком и потом такого, родильщика. В эфире воскресные блюзы джаз. И я, ваш покорный слуга, симфонический сит. Но это другая профессия, другая степень свободы. Не то, что ты перед камерой стоишь, а гораздо более оперативно можешь на все реагировать. Я готов поддержать любую тему. Я горжусь выработанным у себя умением поддержать практически любую тему. Это веб-камеры? Вы знаете, очень много людей, которые любят поговорить, к сожалению, не умеют слушать других. Это в большинстве случаев. И это, на самом деле, ужасно. С такими людьми ужасно некомфортно и неприятно. Вот на военном языке слово «измена» означает что? Это означает, что ты, помните, этот мальчиш-плохиш, который там «измена, измена!» Вот. «Измена» — это означает, что ты перешел на сторону врага, правильно? Предал как бы своих, перешел тайно с оружием, руках или без оружия, ночью переполз через линию фронта, прибежал к буржуинам и кричишь «сдаюсь!» Такого как же… Какая же это измена? Вот Саша как раз из тех, кто умеет слушать. Кто умеет слушать более того, кто умеет посмотреть на ситуацию или увидеть в истории что-то такое, что, казалось бы, на первый взгляд совершенно незаметно. Человек единственный из всех живущих существ знает о том, что он умрет когда-нибудь. И вот это все меняет. Потому что собака бегает, она как-то не знает о том, что она умрет. Ну, по крайней мере, не знаю ни одной собаки, с кем можно было побеседовать на эту тему. Он, поскольку человек очень глубокий и очень умный, и очень тонкий, очень ранимый, он иногда такие глубинные вещи умудряется поднимать и в разговоре, и в каких-то вот наших обсуждениях, что это просто удивительно. Лебеди, конечно, красиво, пока они не поселятся у тебя на крыше и начнут эту крышу… Лебеди на крыше живут. А, если ты, извините, я путаю. Он очень интересный собеседник. На любую тему с ним действительно интересно поговорить. Даже если он чего-то не знает, он будет интересоваться, он будет спрашивать, не стесняясь того, что он не знает. Он будет узнавать, может быть, там где-то, да, сам там пороется. Все, он еще такой очень любознательный человек, что, на самом деле, для ведущего тоже очень важно. Мы работали с Чижовым очень долго, там делали русские пряники. В принципе, «Русские пряники» было такое радио-шоу номер один, при этом мы еще умудрились сделать, там, такой был бренд «Главная дискотека страны». С 8 до 11 по Москве каждое утро два человека выходят в эфир и говорят, «Вчера мы были в Алма-Ате». Что было, что было, там, 200 тысяч людей, все танцевали, там, угорали. Люди Земли, мы собрались здесь сегодня в мою честь. Нам на следующий день звонили и говорили там, «Завтра приезжайте туда-то». У нас было расписано, расписано, то есть мы с утра до вечера работали, с понедельника по пятницу, в пятницу садились в поезд, ехали туда-то. Приезжали обратно в Москву, утром с 8 утра, как бы, а сколько ты не закончил, опять выходили в эфир. К этому вторнику я приготовил потрясающие хиты. 107 FM, The Remond, Gaba-Gaba, We, Gaba-Gaba, Gay, Gaba-Gaba, Gaba. В 11 Андрюха уходил там домой или по самым делам. Я садился в кабинет, исполнял роль программного директора до 6 вечера. Я директор программы. В одночасье я стал большим начальником. В 6 вечера приходил домой уже без желания жить абсолютно. Вот, что-то вечером самая жизнь начиналась. Там, то-сё, колбасё, сейчас ночью ложишься, в 6 утра встаёшь, чтобы опять ехать в эфир. Такая вот адская жизнь длилась 3 года, в общем, очень такая, очень динамичная и насыщенная. А также напоминаю вам тему, к которой мы пришли и решили, что обсудить её всё-таки нужно. Измена мужская и измена женская. Отличаются ли они друг от друга? И к нам присоединился наш гость. Сегодня у нас в гостях Александр Пряников, шоумен и тоже ведущий. Саша, вот как вам такая тема? Отличная тема. В России, к сожалению, устроена не Соединённые Штаты, не Европа, где, например, можно жить в другом городе и, в принципе, не быть оторванным от цивилизации. Даже несмотря на наличие интернета уже сейчас и тем, что как-то друг другу ближе стали, по-прежнему продолжают утверждать, что кроме Москвы и теперь уже Санкт-Петербурга всё больше, хотя питерцы тоже говорят, что в Питере жизни нет, вот вся жизнь, все бабки в Москву приехали. Поэтому всё скопилось здесь. Александр Пряников приехал в Москву из Оренбурга и оделся так, как представлял себе одежду жителей столицы. Незнаменитый оренбургский платочек, одним словом. Мне казалось, что из города, из какого я вырвался, сейчас я просто там давно не жил, как бы тоже почище стал, но тогда это какая-то была... Бал правили, в общем, пацанские понятия, то есть нужно быть короткостриженным, обязательно спортивные штаны, какие-то шапки меховые, формовки такие были. Всё остальное, шаг левый, шаг правый, жёстко каралось массовым избиением. Столица, здесь свежий воздух, свобода дует. Я сразу себе купил гель, пошёл в магазин, полчаса часа назад, они туда ещё были. И какие-то ещё, значит, купил себе, привёз специальную рубашку, какие-то пашки, в общем, дурак дураку. Вот деревня, а! Ну, вот я повторяю, выглядит так, как, по мнению провинциала, должен выглядеть житель большого столичного города. Свободно. Мне почему-то, когда потом наступило лето, мне ужасно казалось, что жарко, мы что-то купили на улице бутылку воды, я на себя шёл и себя поливал по-новому Арбату, и мне тоже это казалось дико, я в свободном городе, я могу идти поливать себя водой. Или если какой-нибудь идёт, там, тоже, там, пузо, но, значит, на нём написано такими большими буквами Армани, вот, ещё зимой какая-нибудь куртка с лисием мехом, то это сразу понятно, что лошок издалека приехал, то есть, в принципе, но он так оделся, потому что он себе представляет, что гламур, и я, конечно, гламур, и столичная жизнь выглядит именно так. Это я, конечно, так язвлю по этому поводу, некий жизненный опыт, он хорош был, наверное, за пределами МКАД, когда кто попадает сюда, всё, этот жизненный опыт уже не работает, надо приобретать другой. Когда я приехал сюда, я понял, что уже в 94-м году это опять никому не нужно, потому что ни мюзиклов здесь не было, ни даже Нотр-Дам-де-Пари уже, по которому сейчас уже в школах проходит, никаких там Мама-Ми, вообще ничего по мини нету. И подумал, что же мне делать? И пошёл, что-то в останки нужно было записать, пошёл туда, там, помочь какую-то вокальную партию спеть. Увидел на стене объявление о наборе в телевизионной школе и подумал, о, телевизионный институт. Думал, при, он назывался, Гитер, государственная института, театральная телевидение и радио. Я подумал, вот куда мне надо. На стене уже телевизионного института увидел объявление на наборе ведущих на первый музыкальный канал, впоследствии ставшим Муз-ТВ. Я туда пошёл, прошёл отбор, там тоже было полторы тысячи человек, прошли, я, Аврора, Даша Суботина. Всё, по-моему, из тех, кого вы знаете. Ташка вёл себя очень уверенно. Он был абсолютно таким профессионалом. Он смотрел на нас немножко свысока, так типа, ну что, молодёжь! Хотя был он на старше, ну реально, буквально на 2-3 года. Но при этом он был абсолютно уже профи и так вот на нас немножко свысока. Муз-ТВ. Вот мы прошли, тогда и стали работать на первом музыкальном канале. И уже на институт, понятно, ни сил, ни времени не хватало. Потому что в институте все в основном приезжали и занимались тем, что разговаривали о телевидении. А уже, когда мы уже попали на телевидение, то мы уже для института стали, ну совсем запредельные авторитеты. Мы его так, в общем, уважали, ценили, любили и даже немножко побаивались. Потому что, ну, Саша, потрясающее, конечно, чувство юмора и, в общем, очень-очень острый язычок. И если попасть к нему на острый язычок и при этом впасть к нему в милость, то может достаться очень сильно. Раз! Прошло полгода, не полгода, полгода набрал, там несколько месяцев, какой-то подросток с ручкой, девочка-подросток. Ой-ой, вот такой-то! Дайте автограф. Два! Сразу ощущение, что все, отныне ты, просто ты уже отдаляешься от мира, людей, порт, то есть это ощущение возникает все на венах. Внимание, прессы, объективы, люблю объективы, все на меня. Чтобы вам не говорили остальные артисты, знаете, что они нагло лгут. Вот с этого первого автографа, это как первая женщина, как первый секс, как первая сигарета или рюмка водки. Ты сразу понимаешь, что все, ты уже как бы, уже не с ними. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!